здравствуйте дорогие друзья сегодня я хочу порассуждать на тему действительно ли аутизм это вариант нормы последнее время стали появляться статьи которые обосновывают тем или иным способом что аутизм это не отклонение а что это просто особый способ мышления так вот я хочу немножечко логически порассуждать на эту тему какое-то количество лет назад в инфосфере появилось новое понятие дети индиго было это давно я помню что тогда писали про них что у них аура цвета индиго что они особенные гениальные что они несут в себе новый способ мышления что они практически новая раса зарождающаяся в недрах старой если кто-то читал то у стругацких есть такое произведение которое называется гадкие лебеди потом она вошла вошло как часть другого произведения но там примерно такая же идея обыгрывалась позже стала появляться информация что дети индиго дети особенные практически не обладающий эмпатией фактически стоящий над социумом потом как-то на много лет появилось получилось затишье ну по крайней мере для меня я перестала видеть информацию на эту тему то есть я так понимаю что они вышли из моды на какой-то период и вот недавно я смотрю снова появились статьи причем довольно много и в этих статьях утверждается что аутисты это и есть дети индиго что именно они несут в себе новый способ мышления и поэтому аутизм это как минимум вариант нормы а а как максимум это новая раса растущая из недр старой я видела комментарии к этим статьям автором посыпались вопросы от недоумевающих мамочек как это вариант нормы если он сам себя обслуживать не умеет какая-то новая раса если он не понимает что делает кому-то больно то есть эти статьи вызвали очень неоднозначную реакцию при этом такие появились родители которые у которых дети аутисты и которые решили а раз это вариант нормы так и делать ничего не надо пусть ребенок будет такой какой и есть ведь это просто новый способ мышления в общем короче мнение очень разделились я посмотрел кто пишет эти статьи в общем я не нашла ни одной статьи по крайней мере мне не попалось чтобы писал какой-то серьезный специалист все люди которые писали судя по описанию они просто общем не видели как бы аутистов то есть если видели то видели хорошо адаптированных высокофункциональных то есть максимум что они видели это детей с синдромом маспергера причем именно хорошо адаптированных еще я видел статьи от людей которые сами себе поставили диагноз аутизм то есть я не знаю насколько это вообще правомерно самому себе поставить диагноз аутизм потому что все таки аутизм имеет очень характерные признаки если человек является социофобом то это вовсе не означает что он является аутистом так что же это такой аутизм это вариант нормы это такой новый способ мышления или все-таки это тяжелое заболевание все упирается в то что мы понимаем под словом норма собственно долго думать не надо я пошла в гугл и задала ему вопрос что такое нормальная психика получила целый длинный длинный список ссылок к разным статьям проглядела их и вот примерная выжимка из того что определяется как нормальная психика что психика это свойство человека или животного его свойство субъективно отражать события объективной реальности для его ориентации и взаимодействия с окружающей средой особенность психики заключается в отражении объективной реальности что предполагает возможность живого организма создавать своеобразные копии этой реальности информация полученные в результате этого отражения моделирует поведение субъекта что позволяет ему оперативно реагировать на изменения во внутренней и внешней среде эти свойства создают сложный комплекс который служит сохранению целостности всего организма ну собственно из этого определения уже можно выделить вопросы на которые следует ответить то есть первый вопрос у нас получается такой может ли ребенок аутист адекватно отражать объективную реальность если да то насколько эффективно если мы посмотрим на различных аутистов мы скажем да способен но насколько хорошо это зависит от степени аутизма у ребенка возможность отражать объективную реальность может быть довольно неплохой у детей которые называются высоко функциональными а может быть близкой к полной неспособности у детей с более тяжелой формы аутизма второй вопрос у нас будет такой меняет ли такой ребенок свое поведение в качестве реакции на изменения во внешней или внутренней среде здесь ответ я думаю все родители таких детей знают точно да меняет причем иногда так меняет что никому рядом мало не покажется и последний главный вопрос способствует ли это изменение в поведении сохранению целостности всего организма ребенка и его благополучия а вот тут-то очень легко увидеть что очень многие стереотипы поведения у таких детей не только не способствует здоровью и целостности всего организма но зачастую являются опасными как для самого ребенка так и для окружающих собственно я не буду здесь перечислять известные возможные поведенческие шаблоны у детей аутистов я думаю что люди особенно родители таких детей сами все видели давайте сейчас посмотрим только на высоко функциональных аутистов и поймем несут ли они в себе особый способ мышления у большинства этих людей основная проблема коммуникация то есть непонимание социальных связей и затрудненность или даже невозможность построить нормальные связи с другими людьми то есть если мы будем об этом думать то можно сказать что вероятно у них просто нет потребности в социальных связях им не нужно они индивидуалисты и мыслят исходя из того что осознают свое превосходство над социумом такие идеи мелькали вот в этих статьях которые я упоминала лично мое мнение знакомства с такими людьми что это просто клевета на них все эти дети разных возрастов которых мы наблюдали очень остро чувствовали потребность быть в связи с другими людьми они просто не могли это делать в силу каких-то своих причин они очень затруднялись построить эти правильные связи но потребность никуда не девалась более того мы знаем далеко не один случай когда подросшие дети аутисты просто впадают в тяжелейшую депрессию с суицидальными устремлениями именно из-за того что они не могут вписаться в социум то есть они это понимают и у них вот эта потребность не реализуется как только они понимают что она не может реализоваться то они впадают в тяжелейшую депрессию вот например если человек не может читать ему ставят диагноз дислексия но никто же не говорит что это особый способ мышления или что он представитель новой расы ему помогают как могут сочувствуют дают ему всякие поблажки увеличивают временные экзамены и так далее но в общем как бы все понимают что это не норма это что этот человек в общем несчастный ему надо помочь тогда непонятно почему человек который не способен создавать нормальные человеческие связи почему у него не инвалидность особый способ мышления вот это вот мне совершенно непонятно в чем причина это разница подходов то есть можно рассуждать о причинах и я думаю что ну как вариант одна из причин это то что сегодня вышли из моды оценочные суждения то есть мы совсем перестали как бы ориентироваться на то что хорошо и что плохо то есть мы все стремимся быть объективными и вот это вот объективность она лишает нас важнейшего инструмента определить что правильно а что неправильно то есть если мы скажем вот это плохо то кто-то же может обидеться это будет не политкорректно это будет может быть кто-то объявит это не научным и так далее ну мы с вами сейчас рассуждаем так сказать не с научной точки зрения в общем с общечеловеческой и поэтому в общем мое личное мнение что все таки мы должны использовать вот эти вот оценочные суждения и мы должны ориентироваться на понятие хорошо и плохо и не бояться того что кому-то это может не понравиться то есть эти хорошо плохо не должны быть глобальными достаточно того что мы смотрим на себя на наших на наше окружение и мы вот для себя определяем это хорошо это плохо вот например мама с ребенком аутистом она смотрит на своего ребенка и видит ребенок отличается от других он не смотрит в глаза не отзывается на имя машет руками истерит ходит в памперс сам себя не обслуживает очевидно что ребенку плохо более того как себя чувствует сама мама я думаю что она тоже себя чувствует плохо собственно я знаю что она чувствует себя плохо и более того вся семья себя чувствует плохо то есть плохо самому ребенку плохо маме плохо всем другим людям которые окружают этого ребенка. То есть уже понятно, что это не норма. Если один ребенок с таким вот особым, скажем, способом мышления и вокруг него всем плохо, то значит это надо лечить, корректировать, исправлять настолько, насколько это возможно. А не рассказывать про то, что это новый раз возрождается. Вот. Это лично мое мнение. Спасибо за внимание. До свидания.